Ну, вряд ли в истории блюза кто-то сможет отыскать более или менее известного музыканта, жизнь которого содержит столько белых пятен. Неизвестно, как он пришел в этот мир. Неизвестно, как он стал великим. Неизвестно, как он умер и когда. Несмотря на то, что в 2000 году определили место, где положить на гробную плиту. Точнее, место захоронения тоже под большим вопросом. За свою короткую жизнь Роберт Джонсон уж сколько песен написал, не знаю. А вот записал всего 29 песен. И даже с таким количеством он оказал влияние на многих музыкантов. Эрику Клэптону было лет 15-16, когда он услышал игру Джонсона. Она оставила в нем большое впечатление. Процитирую Клэптона. Казалось, он ощущает все настолько ярко, что едва можно это вынести. Поначалу слушать это было почти больно, но вскоре я уже не слышал ничего другого. Это было слишком сильно и вергало меня в отчаяние, поскольку я понял, что я не мог играть его музыку. Для меня это было слишком глубоко. Конец цитаты. Тогда же будущие Rolling Stones, Брайан Джонс и Кейт Ричардс слушали тот же альбом. Им казалось, что играют две гитары. Требуется немало времени, чтобы понять, что все это играет один человек. В свое время журнал Guitar Player, десятки лучших гитарных соло за историю электрогитар, указал и запись в песне Роберта Джонсона «Перекрестки» в исполнении группы Крим. Отмечу скобкой, что соло Клэптона в этой записи до ноты повторяет гитарный соло Альберта Кинга. Для Ника Кеева Роберт Джонсон не самый любимый блюзмен, но в ряду кумиров занимает не последнее место, поскольку играет акустический фолк-блюз. Эту музыку Кейт предпочитает всей остальной. Больше всего ценит Джонсона за простоту, а песню «Hellbound of my trail» – великая песня с потрясающими словами. Надо признать, что критики склонны считать эту композицию скорее буквально признанием связи с дьяволом, нежели эффектным воплощением переживаний. Кто же это? Роберт Джонсон. Любопытно. Свидетельство выдающегося Мэдди Боттерса. Одно время Джонсон жил всего в 8 милях от Мэдди в местечке Фрайс-Поинт. Мэдди пару раз видел, как тот играет, однако стеснялся подойти. Однажды на углу одной из улиц он увидел окруженного густой толпой слушателей Джонсона. Мэдди остановил машину и вышел посмотреть, но что-то удерживало его. «Я сел обратно в машину и уехал. Это был опасный человек. Я уколся и спрятался. Для меня это было слишком». Все те, кто к тому либо обращался с Робертом Джонсоном, делятся на два лагеря. Те, кто знал нашего героя хуже, описывают его в сильных выражениях. Приписывая демонические черты, да, за блюзменами закрепилась репутация людей, путающая с сатаной. А Джонсон как раз любил петь песни на дьявольскую тему. У Северии глаза велики, так что достаточно было шепнуть, что Роберт Джонсон на короткой ноге с дьяволом, поэтому сам черт ему не брат, а репутация уже создана. Те же, кто знал Роберта Джонсона ближе, описывают его совсем просто. Небольшого роста, застенчивый, тихий, запнутый. Вернее, себе на уме. Или худой, даже хрупкий, улыбчивый, старательно следил за своим костюмом. Вообще любил наряжаться и приукрашиваться. Эдакий провинциальный пижон. Одним словом, обычный человек. Летом 1930 года у Робинса Вилл явился Санхаус. Он доехал до городка на грузовике, постучал по водительской кабине, чтобы притормозили. Спрыгнул в пыль напротив дома своего дружка Вилли Брауна. С Санхаусом была гитара. Его голос хорошо знали в Дельте. Не только по пластинкам. Он постоянно выступал на рыбных пехниках, застольях и так далее. Темперамент его поистине был неистовим. Он играл на гитаре бутылочным горлышком. Так любили в Дельте. Всю жизнь Санхаус метался между дьявольской музыкой и святой музыкой, между блюзом и Гаспелл. С музыкальной точки зрения они прекрасно уживались, в общем-то. Одного поля якобы. Однако содержание блюза и Гаспелл, что льет и пламя, земля и небо, вечной борьбе и вечном противоречии. Как создатель и сатана. Да, Роберт был поистине заворожен великим талантом Сана Хауса. Он, как любопытный щенок, повсюду старался следовать за Хаусом и Вилли Брауном, часто уступавшими дуэтом. Он следил за пальцами на грефе. Он запоминал каждое слово, светавшее в своих уст. Он буквально смотрел в рот мощным и свободным мужчинам. Ему казалось, что он общается с настоящими сверхлюдьми, которые они гнали его насмешками. Тритировали, как сосунка. 1930 год. Ни с кем не попрощавшись, Роберт Джонсон снимается с места и ездит в Халзестер, в городе он родился. Плана никакого не было. Да и вообще в голове его не существовало никакой определенности относительно будущего. Кроме туманного намерения разыскать своего биологического отца, ноа Джонсона. Конечно, никакого в Хернсте не нашел отца. Там для него началась проза «Новые жизни, взрослые жизни». В Хернсте судьба свела Роберта Джонсона с негром по имени Айк Циннерман. Айк был гораздо старше Роберта и привязался к нему как к сыну. Кроме того, их объединяло страсть блюзом. Айк рассказал, что петь блюз он научился самостоятельно, причем репетировал по ночам на кладбище, сидя на гробьях. Надо понимать, Роберт Джонсон души не чаял в новом учителе и проводил свободное время, а его было вдоволь в компании Айка Циннермана. Он слушал, перенимал прием игры, одним словом впитывал все, что старший товарищ ему с удовольствием сообщал о блюзе. Иногда они вместе выступали. Журналист Тивен Лавер упоминает, что Роберт якобы уединялся в ближние рощи, где репетировал, а иногда стал кое-что записывав в некой тетрадке. Иногда он упражнялся, сидя на крыльце, и тогда вокруг собирались соседи. Чаще всего Джонсон играл для себя. Итак, Роберт Джонсон, получается, у нас пропал на два года. Минуло пару лет, Роберт Джонсон появился в Робинсовилле. Он зашел поприветствовать матушку, Джулию, а потом отправился в дом Вилли Брауна. Произошедшая затем породила легенду о Роберто Джонсоне. Когда Вилли Браун и его партнер по блюзовым вечеринкам, певец Санхаус, услышали, как Роберт Джонсон исполняет блюз, впрочем, вот описание памятного эпизода со слов самого Санхауса. Сан и Билли выступали в маленьком местечке под названием Бэнкс, недалеко от Робинсовилле. Дело было в субботу вечером. Тут кто-то неожиданно вошел. Так это сам Роберт с гитарой. За спиной друзья рассмеялись, поскольку в старые времена Джонсон мог всего лишь неуверенно брякать по струнам и что-то мычать, при этом ничего непонятного. Понятное дело, приятели настроились развлечься. Джонсон потаскал сквозь толпу, предстал перед ними. Когда Роберт Джонсон закончил, ирония полностью выветривалась из друзей. Сан и Билли стояли с открытыми ртами. Что случилось? Почему вполне нормальный, недотепанный вечер вдруг преобразился в зрелоуверенного исполнителя? Это Мафуса. А если она и имела место, не укладываясь в голове у Брана и у Хауза? Их недоумение или даже потрясение быстро стало до стояния негритянской гласности. Пошли слухи. Чудо. Роберт Джонсон совершил чудо. Да не Джонсон возражать другие, это дьявол преобразил маленького Боба. Какая связь блюзмена с дьяволом? Дело в том, что существовало поверье, которое породили, вероятно, сами же исполнители блюзовой музыки. Оно сводится к следующему. Блюз музыка сатанинская. Если хочешь им овладеть, очень-очень хочешь, то есть один сверхъестественный способ. Нужно взять гитару, прийти на перекресток в двух дорог где-нибудь в глухой местности. Появиться там нужно непременно ближе к полуночи. Где-то к полуночи. Желательно что-нибудь при этом наигрывать. Тогда на этот зов непременно явится дьявол и предложит сделку. Он вручит соискателю способность бесподобной, блестящей, гениальной и без всяких усилий петь и играть блюз. Люди будут в восторге. Взамен новоявленный блюзмен отдаёт дьявол свою бессмертную душу. Сделка простая. Спустя пару дней после того, как Санхаус и Вилли Бран услышали нового Роберта Джонсона, мало кто сомневался, что тот такую сделку сатаны заключил. Но давайте рассуждать здраво. Чудесное преображение Джонсона случилось отнюдь не в одночасье. Если отмотать назад и встать на сугубо материалистическую точку зрения, то выяснится, что на репетиции перед памятным выступлением его распоряжение было два года. В распоряжении Роберта Джонсона был старик Циннерман, совершенно бескорыстно натаскивавшийся его в гитарной игре. И нет сомнения в том, что Роберт Джонсон был высокодарённым музыкантом. Очевидно, подмечали его выразительную и поразительную музыкальную память. И иногда, краем уха, услышав песню по радио, он воспроизводил её ноту в ноту. К тому же, чё с полным текстом. Как рассказывает Джонни Шайенс, музыкальный партнёр Джонсона, бывало, Роберт даже участвовал в разговоре или застолье, а где-то звучала музыка. Проходило время, и он потрясал приятеля, напевая её в точности, включая и текст. Причём, речь не идёт о блюзе. Талант схватить на лету музыкальные идеи и моментально превращать их в часть своего арсенала – всеядность, быстрота и усвоение. Вот в чём вспоминают его случайные компаньоны. Между прочим, говорят, и танцор Джонсон был неплохой. Степ умел бить не намного хуже, чем пел блюз. Так что в превращение безобразного блюзового кокона в изумительную музыкальную бабочку, пожалуй, нет никакой мистики, хотя эта версия не такая уж и красивая. Ну, давайте не будем тянуть. Дальше пошли концерты, вы сами понимаете, писал песен, туда-сюда. Роберт Джонсон покинул сей неспокойный мир в августе 1938 года. Поскитавшись вдоволь, Роберт Джонсон оказался тем памятным летом в местечке под названием Тревилки. Это несколько километров от микроскопического городка в штате, Миссисипи, под названием Гринвуд. На околице управляющей дороги располагалось некое увесительное заведение по стойке бары, с музыкой, танцами и, как положено, с разборками и мордобоем. Классика. Последнее понятное дело происходило из-за дам. Роберт Джонсон был ходок еще тот, поэтому у него моментально сладилось с одной чернокожей красавицей. Беда была в том, что красавица эта, как выяснилось, потом принадлежала как раз владельцу данного заведения. История стара как мир. Здесь вам и завязка, и стремительный сюжет, и страшный банальный финал. То, что произошло дальше, имеет смысл рассказать со слов Соня Боя Вильямса. Хотя бы потому, что это самый колоритный. А правды не узнает никто, к сожалению. Все было хорошо, но что-то нехорошо, как показалось Вильямсу. Нехорошо было то, что Роберт Джонсон, полностью поглощенный флиртом, не замечал, как за ним откуда-то наблюдает. Этот зля был полон ненависти. В этом зляде таился смертный приговор. Откуда вынырнула бутылка, уже откупоренная, которую кто-то предложил Роберту, кто знает. Когда Джонсон поднес ее губам, Сони Боя выбил ее. Когда же Джонсона поднесли вторую, та уже распечатанную. Сони Боя ничего не оставалось, как молча наблюдать. Роберт Джонсон взялся за гитару. И запел. Вечеринка покатила своим чередом. И вдруг Роберту стало крепко не по себе. Через силу наш герой продолжил. Однако часам к двум ночи ему сделалось настолько плохо, что Джонсон пришлось отвезти в Гринвуд. Говорят, Роберт Джонсон умирал несколько дней. Никакой медицинской помощи ему не оказали. Отравили. Скорее всего, Стрихнином. Он умер 16 августа 1938 года.